Может быть, я просто не туда пошёл? Смотрите, следы. Фотографии какие. Подержим дом соседнего дома и там сныкаемся. Субтитры делал DimaTorzok Нет магазинов и проезжающих машин. За несколько дней до моей поездки, как назло, выпала месячная норма осадков. И ко многим местам на автомобиле подобраться невозможно. Я не знаю, понравится ли вам такой контент или нет. Да это, скорее всего, не имеет значения. Ведь я попал в самые настоящие экстремальные условия. И самое главное, никто, ни одна живая душа в случае беды мне не сможет помочь. В таких условиях можно надеяться только на самого себя. Всем привет, друзья! С вами канал На Страхе. Новое видео. И оно обещает быть вообще сумасшедшим. У меня даже, можете прочувствовать, трясётся камера, трясутся руки. Я просто въехал, извините, в такое место, что мне приходится бросать машину. Ну просто потому, что я не могу вам объяснить. Здесь только снегоход ходит. Но мне нужно немножечко правее. Я боюсь, что вам, наверное, всё-таки не видно, что там происходит. Несколько раз по пути я чуть не столкнулся с лосями. Это вообще жесть. И я, у меня, я не знаю, я настолько был перепуган, что ты едешь, блин, вроде 60 километров в час. И выбегает просто огромная дылда, блин. И тут жизнь совсем другая. Я вроде бы отъехал не так далеко. Это всего лишь 300 километров от Москвы. А слева-справа от меня просто везде заброшенные деревни. Просто заброшенные деревни. Проехать я не могу до объекта. Там заброшенный храм, заброшенная деревня тоже. Беру снаряжение и выхожу. Опасно. Опасно нереально, потому что вокруг бродят животные. Чем защищаться, я пока не понимаю. Но будем экспериментировать. Я надеюсь, что удача мне будет благоволить. Потому что мне страшно, но я буду это делать. Буду, потому что я должен перебороть себя. В общем, собрались, поехали. Так, короче, что у нас получается? Я иду вот под такой дороги. И тут явно никто не ездит. Уже очень давно. И плюс встречаются вот такие вот постройки. И очень дофига шумов. Ну просто нереально. То есть, тут явно бегают и хозяйничают животные. И, блин, это нереально опасно. Но обратите внимание, тут реально большая просто глубина. А вот это вот какая-то жесть. Смотрите, чьи-то следы. И они очень глубокие. Так, лишь бы моя техника не замерзла. Опа! Еще один дом. Он там впереди. Блин, но я не могу. Он не достает фонарь. Но огромный дом. И, блин, думаешь, может... Вот, вот, вот еще один дом. Вот еще дом. Да, и это вымершая деревня. Реально вымершая деревня. И мне так идти еще километр где-то. Вот еще дом. Дома все заброшенные. И, по ходу дела, я, не знаю, заблудился. Может быть, я просто не туда пошел. Но тут похоже на тупик. Блин. Вот просто какой-то дом и все. А где-то впереди лает собака. А дальше дороги нет. Блин. Ой-ё. Ну ладно, давайте посмотрим это. Сейчас я поставлю прожектор. И мы пойдем с вами смотреть, что здесь такое происходит. Секунду. Секунду. Очень холодно. Минус 26 сейчас. Надеюсь, техника ты меня не подведешь. Какой-то сарай, по ходу дела. Здесь скотину держали 100%. Не знаю, насколько это все надежно. И, кстати сказать, вот здесь вот следы. Смотрите. Следы. Сейчас попробуем, наверное, открыть вот этот вот домик. Просто вот в эту дырку я не хочу лезть. Извините меня. Но я пошел все-таки не в ту сторону немножко. Так что сейчас попробуем проверить. Сейчас дойду. Ну что, заходим. Как всегда, бутылки, алкоголь. Смотрите, сколько бутылок. Давайте чуть-чуть сделаем поярче. Вот так. Какие-то картинки. Дом вообще под конкретным углом. Как бы он просто не рухнул. Тут же никого не может быть. Веники. Печка. Комодик такой. Детские ботинки. Вот как раз с этой стороны я должен был как-то вроде пролезть. Смотрите, есть вход на крышу. Давайте шагать так, чтобы меня не завалило. Будем надеяться на это. Да. Место реально покинутое. Я совершенно случайно сюда попал. Просто потому, что я свернул не на ту дорогу. Мне кажется, знаете, вот после вот такого вот на крышу лучше всего не идти. Одежда, одежда, одежда. Тут крысы, мыши. Много разных таких чемоданчиков здесь. Ну, мне кажется, большинство из них, да, к сожалению, они пустые. А может быть и к лучшему вещей сколько валяется. О, походу, здесь даже гнездышко вели. Честно сказать, еле-еле пересилил себя, чтобы сюда зайти. Точнее, прийти, потому что, ну, блин, это очень опасно. Вот так одному идти через лес. В этот момент я почувствовал, что вокруг дома ходит что-то большое. К сожалению, на камере звуки движения по снегу не записались. Единственный выход – это взять и закрыть дверь, через которую я зашел, чтобы не дать этому существу напасть на меня. И в натуре ведь отсюда может залезть какое-то животное. Извините меня за мат, но это реально опасно. Печь развалена. Печка развалена. Погреб. И окно открыто. Это не забавно уже. И, по ходу дела, его кто-то вынес. Это окно. По ходу дела, вынесли. Ещё одно окно. Как бы я не хотел, чтобы сюда пришли волки. Вроде спокойно. Ладно. Ладно. Это окно тоже выносили прям. По мне так. Но мне вообще… У меня цель другая всё-таки была. Прийти… И отснять церковь. Блин, и здесь окон нет. Кто-то это всё то ли пытался вынести, то ли что. Просто беспредельно. Вроде как держится. Теперь, если честно, становится страшно просто, как это зеркало. По ходу дела, зеркало, которое разбили. Теперь просто страшно идти до машины. Я поборол свой страх, чтобы сюда прийти. Но теперь я просто реально боюсь идти до машины. Здесь я ещё как-то в безопасности вроде бы. Но дальше что делать? Я не очень понимаю. И никакой цивилизации здесь нет. Да. Я же сказал, что я не пойду сюда. Но нет. Блин. Я пошёл. Достаточно большая крыша. Вроде бы как. Всё тихо, спокойно. Пока что. И да, начинаешь мёрзнуть. Нет. Здесь опасно ходить. Как? Смотрите. Лыжи, лыжи валяются. Лыжи. Сапоги, фуражка чья-то. Как мне? Дойти до машины. Я думаю, многие из вас скажут, что животные тебя не тронут, не переживай, ничего такого. Да нет. Животные как раз ещё как могут напасть. Потому что я на их территории. Только что что-то. Так, ладно. Собираемся с мыслями. Либо добежим до соседнего дома и там сныкаемся. Либо надо бежать до машины. Но опять же, если бежать, то скорее всего, если это животное хищное. Но в любом случае, любое животное почувствует, если я буду убегать, он почувствует мой страх и начнёт, наверное, бежать за мной. Поэтому собираемся, собираемся и идём спокойно. Всё. 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 Открыть закрыло, а открыть не могу. Вот еще один дом. Вот так, и он по ходу дела тоже открыт. Блин, обратите внимание, это же жесть. Это просто жесть. Дом открыт. Открывайся. Еще один дом. Тут уже по цивильнее, но он тоже заброшенный. Кто-то разбирал его. Да, смотрите, разобрали весь пол. Там даже валяется диванчик, видимо. Окна, вон там фотографии. Окна тоже выбиты. Все через окна вытаскивали. По ходу дела это местные так делают. Гнездышко. Фотографии какие. Фотографии со свадьбы. Фотографии. Класс. О, старые какие классные фотографии. О, маленький ребенок. Здесь фотки тоже остались. Так, ладно. Опять. Что тут? А, это я. Фу, блин. Друзья, профессия моя обязывает, наверное, все-таки спуститься. Ну, тут ничего нет. Тут ничего нет. Ладно. Еще такой маленький дом получается. Снаружи казался таким большим. Даже нет чердака. Ничего такого. Ну что, переждали. Я думаю, теперь мы в дома забегать не будем. И пойдем дальше. Дальше искать эту церковь. Она где-то здесь. Хотя уже, если честно, очень неплохо так замерз. Ну, вариантов мало. Надо идти. Надо идти. Ну что, друзья. Слава Богу, я добежал. Вон там вдалеке, видите, фары горят. Многие, наверное, напишут. А, ты не один ездишь. У тебя там в машине кто-то сидит. Нет. У меня есть автозапуск, который спасает мне жизнь, когда я снимаю и замерзаю. Вроде бы, да, я добрался. Все отлично. Ребят, но честно скажу, это вообще жесть. Это нереально опасно. Я объясню, где я сейчас обломался. Я пошел вот по этой дороге. А мне нужно, я так понимаю... Да, я пытался вот сюда заехать, кстати. А вот здесь я просто подзастрял. А мне надо вот сюда. Вот сюда, короче. Поэтому я сейчас, наверное, погреюсь. И тогда буду выдвигаться уже туда, до церкви. Ну, если я там ничего не найду, то, скорее всего, я тогда просто ошибся. И все, у меня все лицо замерзло. Скорее всего, тогда мне просто туда не пройти. Там все замерло. Поэтому этот объект только на лето останется. Ладно, поддержите это видео лайком. Напишите несколько комментариев. Также можете поддержать канал рублем. Путешествия эти не самые дешевые. Ссылка на карту есть. Точнее, номер карты есть в описании, друзья. Я с вами прощаюсь. Ага. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok